1n, 2n, 3n и так далее, n-1n, а также 1n, 2n и так далее, m-1n. Пусть m и n натуральные числа, причем наибольший общий делитель равен 1. Задача мне. Докажите, что если отрезок 0,1 разделить на отрезки одинаковой длины 1n плюс m, то в каждом таком отрезке будет в точности одна из вот этих объектов. Значит, посмотрите, сколько здесь на самом деле штук дровей написано? Если посмотреть, не мелко. m плюс n. m плюс n минус 2. Отлично. А сколько отрезочков вот таких, не включая края? По-моему, тоже столько же. Так что по количеству все хорошо. Оказывается, не только по количеству все хорошо, но и действительно, в каждом отрезке, кроме самого первого и самого последнего, будет в точности одна из этих тропий. Докажите? Давайте разбираться. Здесь отрезок длины единицы, деленная на m плюс n. Поэтому такие две дроби не могут оказаться в одном отрезочном. А теперь вопрос. А почему такие две дроби не могут оказаться в одном отрезочном? Надо рассмотреть выражение a плюс b делить на n плюс m. Совершенно верно. Потому что... Давайте я это расформулирую в виде утверждения. Если a, b, m, n натуральные числа и a разделить на n меньше, чем b разделить на m, то в таком случае a, n меньше, чем a плюс b разделить на m плюс n и меньше, чем b разделить на m. Доказывать это можно алгебраически и геометрически. Давайте сначала алгебраически. Алгебраически очень просто. Вот это неравенство формулируется ведь как? Если на имену умножить обе части. А вот это неравенство, если обе части умножить на n и на m плюс n. Это a умножить на m плюс n меньше, чем n умножить на a плюс b. Ну, присмотритесь. Если раскрыть скобки, то получится здесь так. a, m плюс a, n меньше, чем a, n плюс b, n. Вот это a, n уничтожено и останется в точности то, что было. Ну и второе неравенство такое же. Если вы пишете a плюс b умножить на m меньше, чем b умножить на m плюс n и раскрываете скобки, то вы, понятно, что получите a, m плюс b, m меньше, чем b, m плюс b, n. Опять, b, m уничтожите, останется то же самое, что было. Вот так выглядит алгебраическое доказательство. Геометрическое доказательство выглядит, пожалуй, даже проще. Вот смотрите, пожалуйста. Надо просто нарисовать геометрически, что значит a разделить на n меньше, чем b разделить на m. Это очень просто. Надо отложить по вертикали отрезок длины a, а по горизонтали отложить отрезок длины n. Тогда у нас будет такая точка с координатами n, a. И вот эта величина меньше, чем b разделить на m. Это что значит? Это вот здесь вот у нас отрезок n. Это значит, что есть какая-то точка с координатами m, b. И вот здесь вот тогда у нас будет m, а здесь по вертикали будет b. Так вот, мы знаем, что направление из начала координат на точку с координатами n, a расположено ниже, чем направление на точку с координатами m. Все понятно? Замечательно. А теперь смотрите, у нас же есть возможность нарисовать параллелограмму. У меня это началось почти ромб, в общем-то, совершенно необязательно эти адрески равны. Вот, но здесь получается точка с координатами m плюс n, a плюс b. Так диагональ параллелограммы что делает? Расположена между его сторонами. Значит, она вот больше, чем это, значит, a плюс b на m плюс n, больше, чем a расстрелит на n и меньше, чем m расстрелит на b. Все понятно? Вот. Значит, такая вот тропь расположена между, ну, а значит, они не могут лежать в одном отрезке, они все лежат в разных, а по количеству их ровно столько, сколько этих отрезочков. Значит, все получилось. Спасибо.